Всем привет! Наша съемочная группа, то есть ваш покорный слуга и наш бессменный и бесстрашный оператор Евгений Русских. Ой, наконец-то вы его увидели. В общем, мы находимся в командировке, снимаем очередной трэш с очередной окраиной нашей большой и необъятной. Это программа «Что произошло?» и мы поехали! Отвечаю на ваши вопросы, почему мы не в Москве? В Москве действительно в эти дни творится история России, но ее очень хорошо освещают наши столичные коллеги. А мы ездим по окраинам, где творится коррупция, не меньше, чем в столице. Ведь кому-то это тоже нужно показывать. Скоро мы покажем, как живет самая коррумпированная республика России – Северная Осетия. А пока таким, Алёха, прокомментируем события в Москве, где мы совсем недавно, хоть и ненадолго, но побывали. Посмотрите, как похорошела Москва. Они просто вынудили полицию применять силу. В данной ситуации было совершенно адекватно. И я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг. Скажу так, вне противостояния Москве туда даже долететь-то не так-то просто было. Самолеты задерживались. То со ссылкой на метеоусловие, то со ссылкой даже на банальную замену колес. Не спорю, может, он и факторы, препятствующие полетам, и имели место. Но главный фактор, на мой взгляд, это ссыкливость собянинской банды. А для жертв Киселевска, Соловьевского, ну или Федоровского, Замбалэнда, что во всем до сих пор видят происки Госдепа, ну или, например, Навального, скажу вот что. Лично я во всем этом вижу дебилизм функционеров нашей дорогой партии власти России и Димы, что, посмотрев на позорное поражение в других регионах, решил у столицы отыграться и просто не зарегистрировать на выборах никого, кроме себя любимых, тем самым лишив москвичей конституционного права избирать и быть избранными. Лично я раньше никогда не поддерживал Навального, ибо считал его контролируемой оппозицией. Но последние его поступки заслуживают уважения, ибо он начал бороться с колоссом, что никак не может распрощаться со властью. Тут, кстати, Собянин обмолвился о долге полиции и Росгвардии. Но что касается Национальной гвардии, то мы уже говорили, кого они берут на работу. Главное, чтобы безродные были, чтобы тупее были, чтобы приказы не обсуждали, вернее, их законность, а выполняли их безропотно. Мы уже говорили о том, какую они технику себе заказали, чтобы воевать с народом. Ну а полиция-то что? Они-то кому служат? Они-то кому присягу давали? Вот эти две фотографии наглядно демонстрируют реформу МВД. Народу они больше не служат. Теперь к лесным пожарам. По некоторым оценкам горит уже 4 миллиона гектаров леса. Горят леса, кстати, не только в России. Но в отличие от России, пожары там, наше МЧС, активно тушит. МЧС России окажет помощь в тушении пожаров в Португалии. МЧС России предложила помощь Греции в тушении природных пожаров. МЧС России готова помочь США в тушении лесных пожаров. Россия, США и Бразилия направили в Чили самолеты для борьбы с беспрецедентными лесными пожарами. МЧС России завершила тушение лесных пожаров в Израиле. МЧС России заявила о своей готовности оказать помощь в тушении пожаров самолет. Ил-76 может в любой момент отправиться в Альберту. А у нас тушить пожары, как говорят чиновники, экономически невыгодно. Зато их выгодно тушить в Европе, США, в Канаде. Ну, конечно, погуглите, где живут их дети, и тогда вопросы отпадут сами собой. А вот курганским лесникам, что тушат пожары, уже год не платят зарплату. Об этом сообщает местное издание. А в этом фото вся Россия современная. Это как раз последствия нашего знаменитого прорыва, стабильности, чего хотите. В общем, того, что пообещала наша любимая Россия Димая. Дошло до того, что уже и комики начали вполне серьезно комментировать ситуацию. Да, я считаю, что надо тушить. Но только я вам объясняю, что 3 миллиона гектаров мы не потушим, даже если все, что своровали наши чиновники, вернут сейчас же в казну. Это, по-моему, очевидно. Мы не такая сверхдержава, какой хотим казаться. Вы голосуете когда? Ну, думайте о пожарах, когда вы голосуете. Я, например, думаю, когда иду голосовать. Я думаю, что многие из вас должны об этом думать. Мы все живем в одной загаженной стране, где не заботятся Олесе. И еще раз мой пост о том, что Олесе надо заботиться 365 дней в году, а не тогда, когда уже все горит. По-моему, ясно. Первый замепредседателя комитета Госдумы по экологии охраны окружающей среды Николай Валуев предположил, что к пожарам в Сибири может быть причастна оппозиция и лично Навальный. Депутат предсказал возможность попытки смены власти в России с помощью возможных экологических катастроф. Отмечается, что в благосфере произошел внезапный всплеск активности по теме лесных пожаров в Сибири накануне акции оппозиции в Москве. Из-за этого парламентарий задается вопросом, не замешаны ли оппозиции в огненной катастрофе. Валуев уверен, что если будет стоять вопрос о попытке смены власти, то любой сценарий будет прорабатываться, вплоть до экологических катастроф, поверьте мне, сказал он. Добрый вечер, девочки и мальчики. В итоге Путин под давлением мировых СМИ все же решился отправить армию на тушение пожаров. Вот только тушить, похоже, уже нечего. Думаете, все сгорело? Нет, скорее всего, все уже данным давно вырублено. Кстати, после прошлой нашей программы в Приморье посадили начальника уголовного розыска, что крышевало отправку леса в Китай. Но чтобы больше, видимо, никого не сажать, сделали то, что вы сейчас увидели. Мы прощаемся с вами. В следующей программе вы увидите сюжет, что происходит в Северной Осетии, что признано пионером по коррупции в России.